Я вам расскажу про голодание. Чтобы судить об этом предмете самому, необходимо практически осуществить. Я писал в своих книгах, как надо голодать, как правильно входить в голод, как вести себя во время голодания и как правильно выходить. Итак, начнем о голоде. Пошли третьи сутки, как я вошел в голод. Сегодня у нас 12 октября 1995 года. И с десятого начал голодать. Как я входил в голодание? Входил я в голодание с помощью шанг-пракшалана. Зачем я делал шанг-пракшалана? Для того, чтобы очистить желудочно-кишечный тракт, когда желудочно-кишечный тракт будет очищен, то без остатков пищи организм быстрее будет перестраиваться на внутреннее питание. Этот день, первый день голодания прошел у меня в заботах. Я строю дом. И пришлось помотаться, чтобы привезти столярку. А после я принял непосредственно участие в стройке дома. За первые сутки организм переходит с пищевого режима на непищевой. Что происходит у человека? Пища не поступает. Кровь делается голодной. И, естественно, возникает чувство голода. Человеку хочется есть. Это нормальное явление. Его надо преодолеть волевым усилием. Для того, чтобы отвлечься от чувства голода, которое начинает доминировать после обеда, необходимо чем-то увлечься, оторвать себя от стола, оторвать себя от дум, о пище, о голоде, каким-нибудь делом, подальше от продуктов питания. И, в частности, стройка эта великолепная отдушина, которой я и воспользовался. Первый день прошел нормально. Я особо не вспоминал. Был бодр и свеж. Наступил второй день. Одиннадцатый. Одиннадцатого. Я проснулся. Все нормально. Все хорошо. Ничего не болит. И опять вынужден был заниматься делами. Но уже в этот день начались более глубокие сдвиги в организме. Что я почувствовал? Что именно со мной происходило? И, возможно, будет происходить с каждым из вас. Все мы индивидуальны, и все это будет у вас по-индивидуальному проходить. Начала возбуждаться различная патология, которая имеется в моем организме. Семена скрытые, которые еще не дают о себе знать, но которые имеются. Значит, что? Болел желудок, болел кишечник, особенно болело под пупком. Были боли в сердце. Так боли блуждали. С одного места на другое. Ну, потом все это стихало. То есть, вы ощутите на первых порах, когда вы входите в голод, вот эта вот патология, которая у вас имеется, она обозначится. И когда вам станет тяжело и дурно, это говорит о том, что началось воздействие голода. Что я еще хочу подчеркнуть? Голодание, это не просто будет процесс очищения тела, но это процесс работы с собственным сознанием. Это очищение нашего сознания, полевой формы жизни от патологических качеств, которые приобретаются в течение жизни. Какие это качества? Во-первых, вы будете лучше контролировать сами себя. Например, чувство голода. Вам захочется кушать. У одних это легко проходит, они могут переключиться с еды на голод. У других это проходит гораздо болезненнее. Причина этой болезненности заключается в том, что чувство голода начинает руководить вами. Чувства руководят человека. подчиняя его душу, дух и тело. А должно быть наоборот. Вы за счет величайшего инструмента, который нам дала природа, ума, должны вести свое тело, ум, сознание, мысли, чувства за душой. следующее, какие у вас начнут выплывать патологические эмоции, это чувство несправедливости. Все едят, а вы почему-то не едите. Чувство жалости, саможалости, какая-то тоска и так далее. То есть, то, что причиняет вам голод, какие-то неудобства, вы их будете переживать строго индивидуально. Насколько у вас они развиты. То есть, за счет такого качества, которое пробуждается во время голода, как терпение, вы начнете от них очищаться. Вы начнете становиться духовно чище, терпимее. Итак, второй день, прошел второй день, вторые сутки, настали третьи сутки. Третьи сутки были уже более таким серьезным испытанием начало третьих суток. Патология, которая у вас имеется, и частности шлаки, которыми насыщен ваш организм, начинает более обильно поступать из мест своего залегания в кровяное русло. Что с вами происходит в это время? Возникает чувство слабости, несколько отключается голова, как бы забывчивость такая. также проявляются какие-то болевые очаги, очаги патологии. То там заболит, то здесь заболит, то еще что-то произойдет. Ну, вы крепитесь, то есть терпение и знание, чего вы хотите, позволяет вести тело, ум, сознание за собой. То есть волевое усилие вы проявляете. Сильно похудеть за это время, не похудеете. И вот посмотрим, какой я на третьи сутки. На средние сутки голода, как вы видите, я еще довольно-таки при теле. И вот будем вот эту картину замечать, как потихонечку начнет уходить здесь. В зависимости от сроков голодания, каждый заранее задает себе установку, сколько он будет голодать. Я вам советую никогда не задавать себя этой жесткой установке. Чтобы у вас уже не было такого чувства, что вы тянете, вам плохо, вы проголодали допустим двое или трое суток, а еще дали себе установку, что вы будете голодать допустим 15 или 20 или даже более суток. И как же дальше? Настраивайтесь так, отголодали и хорошо. Завтра еще один день, отголодали и хорошо. и так потихоньку незаметно у вас все больше и больше и больше дней будет. Еще разок посмотрите на меня. Начались третьи сутки холода. Вот я такой, видите, под мышками у меня тут достаточно сальца, на животе складочки хорошие, да? То есть за трое суток вы практически ничего не избавите. Абсолютно ничего не избавите. Помимо этого мы с вами поговорим, что дают различные сроки голодания. Каждый человек думает, о, я поголодаю, вот столько-то, и я получу какой-то эффект, который описан в книгах. Оказывается, нет. Для того, чтобы получить эффект, необходимо проголодать определенный срок. кстати, этот срок будет строго индивидуальный для вас. Двое-трое суток это, знаете, просто пищевое воздержание. В этот период организм перестраивается на внутреннее питание. Чувство голода, по крайней мере, вот у меня и сижу, уже исчезло на третье сутки. Может, она еще на четвертый будет. Где-то аж на седьмые, шестые лично у меня сутки организм переходит вот на это вот внутреннее эндогенное питание. То есть, следующее я вам подчеркиваю, организм переходит с пищевого режима на непищевой, не сразу, а постепенно как бы угасают эти механизмы пищеварение и уходят они вглубь, то есть, желудочно-кишечного тракта, они уходят вглубь в каждую клеточку. И начинается уже пищеварение там. Вот тогда начинается целительный процесс. Первое, какие признаки, по каким признакам можно судить, что происходит с вами на голоде. По таким признакам, допустим, как язык. Язык это вот зеркало чистоты организма. Посмотрите на мой язык. Сначала, когда я начинаю голодать, прекращается поток питательных веществ в организм и начинается выход шлаков из межзалеганий. Так как пищевого потока нету внутри организма, то выход шлаков начинает преобладать. И все больше, больше, больше он наращивается. В кровь поступает много чужеродных веществ для организма, которые раньше там не были. Меняется состав и химизм крови. И это для организма все равно, что интоксикация. Это и есть на самом деле интоксикация. И вот тогда вам становится плохо. Вы становитесь слабыми. Почему вы становитесь слабыми? Потому что ваш или мой организм затрачивает дополнительные усилия на то, чтобы их обезвредить, токсины и вывести вон. И вот тут необходимо помогать своему организму в расшлаковке. Как можно помогать? Я рекомендую и сам использую. Пью горячую воду, противоводу, пропускаю ее через магнитотроп. Значит, на голоде важно качественно проводить процесс расшлаковки организма. для этого необходимо соблюдать питьевой режим. Пить чистую горячую воду, желательно омагниченную. Зачем ее магничивать? Для того, чтобы в тело добавлялся заряд, который раздвигает ткани, мельчайшие частицы, которые находятся в крови, в клетках, которые называются мицилами, друг от друга. То есть препятствуют их слепанию. За счет этого улучшается растворение. Берем магнитотрон, они продаются, магнитотроны. Чистенькую воду, вы ее приготовляете заранее, ставите в холодильник, замораживаете, полученный лед размораживаете, и вот это есть чистенькая вода. И вот этой водой подогреваете. Желательно, чтобы она была горячая. Вот ее вы пьете. Еще на голоде происходят процессы, уменьшающие теплотворные способности организма. Поэтому, чтобы этого не было, потому что, когда в организме мало теплоты, ткани, которые представляют собой коллоиды, по-простому холодец, самопроизвольно загустевают, для того, чтобы они становились более жидкими, текучими, и каждая клеточка, кусочек холодца, отдавала лучше шлаки, надо ее насытить теплотой, и надо ее насытить влагой, и магнетизмом. питьевой режим необходимо соблюдать. Итак, правильный питьевой режим способствует лучшей расшлаковке тела. Голод вносит в организм сухость и холод. Чтобы этому препятствовать, надо соблюдать правильный питьевой режим, который заключается в том, что вы с учетом индивидуальной конституции потребляете горячую, аммониченную противоводу. Что такое индивидуальная конституция и голод? Люди бывают полные, у которых организм хорошо держит воду и жир, и люди бывают худые, у которых нету жировых отложений, и сколько они не едят, они остаются худыми, и промежуточные между ними. Так вот, лица, у которых организм плохо держит воду, худенькие, маленькие, с торчащими костями, и им особенно необходимо соблюдать водный режим, теплый, пить теплую воду, находиться в теплом помещении, применять горячие ванны. Вот тогда рожлаковка у них будет идти хорошо. А вот что касается полных людей, увы, у них и так много воды, у них и так много жира. В процессе голода все это превращается в воду. То есть организм у них оводняется естественно. И излишек влаги, который у них имеется, он во время голода уменьшается, и организм как бы входит в норму, в которой он хорошо себя чувствует. Поэтому лицам с выраженной конституцией слизи или те, которые хорошо держат воду и жир, жидкости пить надо как можно меньше. Вот тогда у них что-то будет получаться. Вот сейчас я вам и говорю о голоде, и у меня возникло чувство небольшого боли в области головы. Вот здесь возникло. Значит, что это говорит? Это говорит о том, что какой-то сосудик начал открываться. Это выражается вот такой, знаете, болью, раз в голове. Значит, какие-то сокращения в мышцах идут, под кожей. Тоже говорит о том, что идет процесс. Не пугайтесь этого. клизмы. мы с вами после вот этой вступительной части будем ежедневно на моем примере и до четвертой сутки. Сегодня разберем, стоит ли делать клизмы. То есть, промывать толстый кишечник. Существуют рекомендации, например, Поля Габерега, что когда вы войдете в ритм голодания, этого делать не надо. существуют другие рекомендации, как современные, так и древние. Что необходимо делать в промывании? Мы с вами на моем примере, вот прошел четвертый день, я ничего не делал, сделаем клизму и посмотрим, стоит ли это делать или нет. Для того, чтобы сделать хорошее промывание, я использую шланг от душа, наконечник от обыкновенной груши, 100 граммовую, только я сделаю стеклянную, чтобы легче вода проходила и быстрее вся процедура шла. Вот так подсоединяем. Подсоединяем все это к душу включаю теплую воду, отрегулирую струю, чтобы она умеренно шла и провожу непосредственно саму процедуру. вы видели процедуру кулизмения. Воду в теплом виде, в горячем сильно не надо, иначе толстый кишечник не удержит. Вводите в полость толстого кишечника. когда вода входит, то из-за различных пережимов, забитостей толстого кишечника каловыми камнями, у вас возникает распирание и боли. Выньте, не спешите с водом воды, чтобы у вас не было острых болей. Выпустите эту воду и еще разок наберите такую процедуру. повторяйте несколько раз, пока почувствуете, что и увидите, у вас выходит более-менее чистое содержимое. Слишком сильно увлекаться ее не надо, потому что она несколько унитающе действует на человека. Та грязь, которая из меня вышла, если бы я не сделал клизму, как бы она выходила из организма? Еще дня через два, через три, ввиду интоксикации в толстом кишечнике, произошло бы возбуждение, она самопроизвольно вышла. Но пока происходило бы самовозбуждение от интоксикации, содержимое толстого кишечника, вот это все муть, каловые камни и все и так далее, всасывалась бы кровь и выходила через лёгкие, через кожу, через язык. В итоге, то, что вышло вот так вот естественным путём, должно было выйти из вас верхним путём, принося вам обилие неприятностей. Поэтому, делая клизмы, вы помогаете своему организму избавляться от шлаков, которые выделяются и через кишечный тракт, и через лёгкие. Поэтому сами решайте. Если вы хотите отравляться, не делайте клизм. Если вы хотите помогать организму, делайте клизм. Особенно, когда человек начинает желтеть во время голодания, цвет лица меняется, цвет языка меняется на жёлтый. Это говорит о том, что скапливаются жёлчные шлаки в толстом кишечнике, в том же желудочно-кишечном тракте, и не удаляются. Всасываются в кровь и начинают удаляться через лёгкие, через кожу, что придаёт жёлтый цвет лица. Поэтому, чтобы этого не было, помогайте организму очищаться. Посмотрите на мой язык. он ещё более-менее чист. Посмотрите, как я похудел или нет на эти четвёртые сутки. Ещё достаточно жиру, сала, всего достаточно, да? Вот так вроде тело несколько сжалось. Но до того, чтобы вот это ушло, понадобится ещё довольно-таки много времени. По тому, что выходит с вас с клизмами, можно ориентироваться, как идёт очищение. Чем больше грязи выходит в начале у вас, это говорит о том, что вы сильно разошлакованы. По мере продвижения в голоде с вас будет выходить всё меньше и меньше грязи. И в конце концов, когда ничего не будет выходить, будет выходить чистая пенная вода, это будет служить одним из критериев того, что голод подошёл к концу и вы очистились. Это один из критериев. Другим из критериев о том, как идёт голод, это служит задержка дыхания, которая указывает на то, сколько углекислоты накапливается у вас в организме, то есть, как организм переходит на внутреннее питание. Вот на четвёртые сутки мы с вами замерим мою паузу. Я делаю вдох, небольшой выдох и задерживаю дыхание. Медленный плавный вдох. Как видите, всего лишь навсего пауза 30 секунд. Вот по ним можно ориентироваться. Что я ещё хочу сказать о своих ощущениях, которые у меня идут. Началась слабость, расслабленный организм, расслабление, способствуют тому, что лучше отходят шлаки. Началась аритмия. Три, четыре удара нормальных, а потом такой, какой-то скачок из ряда вонь выходящий. То есть, это тоже естественное явление. Организм становится на правильное эндогенное питание. Для того, чтобы он настроился на это питание, приходится пройти через ряд неприятных, неудобных и болевых явлений, которые, в конце концов, поставят организм на эндогенное внутреннее питание. многие люди считают, что на голоде надо вести какой-то щадящий режим жизни. На самом деле, это не так. Чтобы голодание шло у вас нормально, надо так же трудиться, как вы и трудились. Я, например, строю свой дом. Поэтому масса работы на четвертые сутки голодания прибыл на стройку щебень и песок. Я беру лопату и все это должен сгорнуть сюда. Посмотрите, как это делается. работа позволяет вести процессы расшлаковки на голоде намного лучше, пассивное пребывание в постели или еще где-то. То есть потрудились хорошенько, зарядились с энергией, а потом хорошенько расслабитесь в теплой воде. Идут пятые сутки голода. Что я могу сказать по ходу продвижения процесса голодания. Значит, когда будете вы просыпаться, не удивляйтесь, что у вас рот будет залеплен в слизи. Она выделяется с носоглотки, в шлаке подводится через легкие. Все это выделяется, конечно, это очень неприятно, когда во рту полно такой слизи и очень-очень неприятно. Особенно, если когда вы болели простудами, гальморитами и прочим, будет выделяться масса гноя, носоглотки, с ушей, даже с десен зубов, с десен зубных луковиц будет выделяться гной. Это будет говорить о том, насколько вы были поражены слизью и как голод активно убирает всю эту будущую патологию из вашего организма. Теперь я хочу рассказать о двух других критериях, которые явно указывают, как идет расшлаковка организма. Это если вы применяете урину для расшлаковки организма, то есть урина, то есть наша моча пройдет через наш организм жидкость, она частично растворила на шлаки и когда вы повторно вводите обратно, то вы этим самым достигаете наиболее лучшего эффекта, когда подобное растворяется подобным. Значит по урине вы можете судить какие шлаки по ее вкусу. В данный момент выходит, когда начинается выход особо кислых шлаков, это говорит о том, что началось очищение сухожильной ткани. Вторым критерием о том, как идет расшлаковка, это ваша гибкость. Она будет возрастать день от дня потихоньку, потихоньку. Вот например, что касается моей гибкости, вот посмотрите, с чем я глядаю на сегодняшний день. Вот полулопасть, я могу сесть и в лотос уже без всякой тренировки специально я сажусь в лотос. Дальше что я могу еще сделать? Видите, уже гибкости не хватает у меня. То есть это называется закрытый лотос. Когда человек берется сюда, а другой рукой сюда, явно не хватает гибкости. Ну а теперь можно сделать контрольную паузу. Перед этим я хочу сказать, что сегодня ночью прошла ритмия, и сердце забилось ритмично и мощно. То есть произошел какой-то сдвиг в организме. Сделаем дыхательную паузу. Небольшой вдох, выдох, 34 секунды. То есть дело пошло. Вчера вы видели меня настройки. Время года ноябрь, зима. Почему я выбрал это время года? Да потому что в это время года земля находится наиболее близко к солнцу и сильна гравитационная энергия. Гравитационная энергия притяжения это янская сила. Сейчас условия янизированные и наш организм сильно янизирован то есть активирован и легко будет переносить такие нагрузки которые связаны с голоданием ткани хорошо сцеплены между собой. Лето и жарко расслаблено удалено и поэтому особенно длительное голодание переносится довольно таки тяжело. Правильно выбирая время года для длительных сроков голодания вы тем самым способствуете лучшему вхождению переносению голода. Что касается лунных циклов то я вам советую начинать длительный голод с новолуния или же со второй фазы луны или четвертой когда организм идет на расширение и отдает хорошо шлаки. Что касается заканчивания голодания вот это надо приурочить к фазе которая идет на сжатие то есть к первым к началу первой или началу третьей а лучше всего выход из такого длительного голодания приурочить к новолунию. Теперь очередной просмотр того насколько я сбросил ну уже видно что несколько я в колпорельеф не да но не так уже стало видеться да возрастает гибкость цепляясь так без всяких разминок цепляясь вот так но это еще не та гибкость которая должна быть приходится такую работу делать надо идут шестые стутки голода перед этим я делал клизму вы видели что повыходило то есть пошел эффект от голода а именно начало выходить патологически измененная ткань из толстого кишечника от этого от тела идет запах запах гнили разложения вот поэтому помогайте своему организму делайте клизмы промывайте вот те шматки опухоли и так далее что выходит с вашего организма это хорошо это будущие болезни серьезные болезни выходят вон из вас когда они выходят вы слабеете вам плохо и даже появляется чувство голода но вы не верьте этому ложному чувство голода отдыхать отдыхать голодать надо гораздо дольше где-то за 20 за 30 суток только появляется истинное чувство голода поэтому патологический голод это сигнализирует о том что патологии борется с вами борется чувством голода перед тем как умереть дабы свернуть вас с пути голодания на то чтобы вы начали кушать и оставили ее в живых убивайте ее она убивает вас беспощадно горячие ванны это очень хорошо в это время начинает сильно возбуждаться жизненный принцип ветра тело сжимается кожа становится сухой и шершавой надо противостоять этому ибо коллоиды вашего тела сожмутся запрут шлаки и расшлаковка будет плохой принимайте ванны раза два в день утром и вечером горячей чтобы тело напитывалось теплотой и влагой и шла расшлаковка активна посмотрите на мой язык он покрыт белесим налетом на розовом фоне белесим налет о чем это указывает это указывает на то что пошла слизь с каждой клеточки она выделяется верхним путем поэтому когда закончится выделение вот этой вот белесой слизи по индусски ама вот тогда организм очистится аж на клеточном уровне что бы я вам еще посоветовал дополнительно делать во время голодания когда процесс идет очень сильно оздоровление очистительные кризисы я вам посоветовал с помощью упаренной урины набираете упаренную урину вот такую вот клизмочку маленькую да наносите на руки и растираете ее руки все тело вот примерно столько втираете в свое тело во все в руки в грудь спину ноги голову это будет способствовать энергизации вашего организма вы будете лучше переносить голод и это будет дополнительно закислять ваш организм и избавлять от шлаков от той патологии после больших клизм я бы советовал вот такую делать маленькую клизмочку с упаренной урины пускай сначала начнете со свежей потом с упаренной до одной второй а потом уже до одной третьей и наконец таки до одной четвертой эти клизмочки лучше отдирают патологию с вашего организма это те нюансы которые способствуют лучшему прохождению набори что я еще вам посоветую надо энергизировать свой организм чтобы чтобы с помощью повышенного набора энергии у вас происходили мощные окислительные восстановительные процессы отторжения ткани и так далее что для этого делать ложитесь на кровать в данном случае лежу в ванне и начинайте делать дыхание очищение полевой формы жизни значит дыхание вот такое расслабились полностью начинаете дышать носиком активный вдох пассивный выдох находясь в ванне вы лучше расслабитесь такое дыхание начинаете 95 минут и аж до 30 и более минут патология которая у вас имеется энергетическая патология она будет обозначать себя как вбитый вкол допустим здесь где она у вас имеется вы будете дышать и она в конце концов лопнет особенно это делайте лежа после того как вы проснулись и перед сном это дополнительно будет способствовать тому что из вас будут выходить ваши кармические наработки от прежних даже жизни и в результате вы будете освобождаться очень хорошо от всего этого что я еще вам посоветовал тяжело очень тяжело организм расслаблен патология патология борется с вами вы боретесь с ней и поэтому одна из заповедей Иисуса Христа молитесь и поститесь дабы избавиться от своих болезней от своих грехов поэтому как только у вас есть свободное время или же перед сном после просыпания или когда становится очень тяжело молите отца нашего небесного чтобы он снял грехи наши с нас молитва простая отче наш ижеси на небесе да святится имя Твое да придет царствие Твое да будет воля Твое на земле яко на небесах хлеб нас нашущный дай нам на сей день и прости мя долги мои яко я прощаю должникам своим и не веди мя в искушение но избав от лукавого ибо Твое есть царство и сила слава Отцу Сыну и Духу Святому просите за себя просите прощения у всех кому вы принесли обиду сами прощайте себя не жалейте себя не самосожалейте себя делайте просите просите и будет дано вам проскочили седьмые сутки в делах и заботах идут восьмые сутки как вы видели особо тяжелыми были шестые сутки был кризис переход ацидотический кризис переход с обычного питания на эндоген я предварительно вот здесь вот сделал кризис вышла муч каловые камни какой-то штыб какие-то лоскуты и под конец какая-то жижа противно черноватого цвета и запаха иногда во время работы хочется кушать сосет то есть патология дает о себе знать там где имеются болевые очаги например у меня имеются здесь в легких частично в гортоне возникают боли вот по этим болям вы можете ориентироваться где у вас имеется патология скрытая неявная и как голодание ее зацепило и начинает выводить урина сейчас очень резко кислая трудно брать в рот а надо пить вот именно такая урина обладает выраженным лечебным эффектом растворяя подобные трудно растворимые шлаки убивает патологию которая простыми средствами не убирается и многое многое другое делает вот идут восьмые сутки и съемки в основном идут в темное время почему да потому что я в дневное время занят настройки работаю работаю и работаю конечно расслаблено слабовато но вы знаете вот в работе забываешься и успеваешь делать очень и очень много по сравнению с сытым образом жизни а теперь можно сделать контрольную паузу дыхательную которая показала как идет набор углекислоты и какие сдвиги происходят в организме вот итак минута 5 секунд то есть тяжелое несколько позади именно переход на внутреннее питание и вот сейчас начинается работа работа только началась работа на восьмые сутки над каждой клеточкой организма выделяется слизь через язык белая язык обложен губы сохнут а вы крепитесь сознанием дела терпите и ведите расшлак убирайте патологию из желудочно-кишечного тракта из легких из каждой клеточки и ну а теперь посмотрим насколько я похудел уже на лицо конечно здорово видно что я сдал а как у нас с телом вот кстати замечу а вот тело тело мышцы спадают сразу на ногах на руках а что касается жира он очень и очень медленно уходит практически видите я такой же то есть идет особая внутренняя работа резервов жировых резервов ой как много и хватит на большой длительный срок так что голодая крепитесь терпите боли и радуйтесь каждой минуте даже секунде голода вы очищаетесь вы обновляетесь вы становитесь стюным здоровым вот это выходит на десятые сутки голода если у вас в животе заболчит в течение дня газа выделяется то знайте что у вас есть кишечники содержимое невымытое которое начинает разлагаться и в разводе газа делайте клизму пошли 11 сутки сегодня и вчера было особенно тяжело тяжело буквально замучило чувство голода оказывается глубинная патология с правой стороны вот здесь вот в легком и отдает под лопатку активизировалась возникли боли и вот ее активация на исцеление выражается в том что погибая она просит есть надо крепиться и крепиться поэтому чувство голода не покидало буквально меняет часами но прошло на десятые сутки вы видели я сделал клизму сколько выходит муть и гадость язык покрыт белым налетом общая расслабленность и слабость ну несмотря на это надо держаться вот сейчас одиннадцать вечера а только вернулся со стройки стружу делаю то есть вот это вот отвлечение плюс труд помогает хорошо приносить голод быть все-таки на свежем воздухе я работаю на чердаке почти как на улице и вести расшлаковку а теперь сделаем тест посмотрим как у нас идут дела по всем параметрам я уже перешел ацидатический кризис и вот только началась целительная работа внутри организма полторы минуты когда я был в ростове на восьмые сутки то там я пил нарзан и знаете великолепно себя чувствовал может это совпадение но вообще из-за того что в нарзане содержится много углекислого газа вот это как-то сбадрило организм и хорошо давало себя знать я где-то выпил около трех литров нарзана было хорошее мочеотделение то есть важно на голоде чтобы вы пили достаточной жидкости чтобы у вас примерно образовывалось около литра урины это касается литра среднего целосложения поговорим о снах в прошлое голодание мне постоянно еженочно снились сны яркие такие предсказательные сны сейчас не так но тоже бывает и вот сегодня в частности приснулся сон плаваю вернее не плаваю еще а подхожу к большой реке типа дон очень чистая вода и вот я пошел первый раз туда купаться и вижу что в одном месте дно какое-то не такое то есть оно как какие-то провалы какие-то такие ну ну будем так сказать вроде как гиблое место какое-то такое чернота то ли ил не ил это вам показывается что у вас имеется болезнь далее я был с различными людьми там помогал даже по-моему коней поел а потом наконец-таки побежал опять купаться и бегу спуск вниз я так разогнался и перед самой водой меня охватил такой восторг и я стал легким и так оп оторвался и полетел значит чувство переживания было необыкновенное я поднялся в воздух полил и те люди с которыми я был и которым я помогал я им закричал но потом подумал о чем-то земном я только раз медленно плавно опустился на землю и пошел купаться вторично вторично я купался захожу в воду чистейшая вода опять я вижу такое с одной стороны дно плохое дно какая-то чернота вот такая какая-то необычная чувствуется что больное будем говорить место и на стене я вижу даже такие черные значит пятна а в середине их высвечиваются такие знаки как радиация несколько таких знаков вот я осторожно вылез из воды и по стенке крапкает обошел их то есть во сне мне было дано что у меня имеется обширная патология серьезная патология тянущаяся с детства и так далее и вот эта патология активизировалась то есть возможно угроза даже для жизни имеется и вот этот сон такой показывает что надо бороться с ней надо сражаться посмотрите насколько спало тело и спало лена вообще вообще-то спадает мало когда человек переходит ацидотический кризис так он конечно уменьшается уменьшаются ноги руки усыхают лицо делается меньше ну а так вот потери веса сейчас начнутся минимальными так что вот начинаются спадать жирок вот там где имели старые хронические заболевания тоже происходит активация интересная ну допустим вот у кого-то в геморрое там какое-то шевеление возникает поболевает печень ну еще что-нибудь такое сугубо ваше личное что именно у вас есть поэтому по этим признакам вы ориентируетесь где у вас имеются скрытые очаги патологии и уже вот на эти сроки голодания начинается проявляться патологические качества души а именно жалость к себе раздражительность другие эмоции например такие особенно активизируются когда вас обманули и вы это как-то переживаете то есть вы прокручиваете постоянно этот вот обман несправедливость к вам что вот вы делали столько добра этому человеку а он с вами вот как обошелся вот такие вот эмоции начнутся следите за ними можно сказать даже записывайте их а потом потом будете сознательно работать над ними с целью их искоренения идут одиннадцатые стутки голода когда патология прекращает свое существование и выходит новое или перерыв между теми болячками которые у вас имеются и голодание их обнаруживает и уводит наружу состояние организма стабилизируется и вы чувствуете себя довольно таки хорошо такое впечатление что просто вы нормально себя чувствуете хоть и не кушайте ежедневно идут огромное количество писем со всех концов бывшего союза во многих этих письмах спрашивается дать рекомендации о своем здоровье я бы вам посоветовал на основании моих книг и другой литературы которую вы сочетите нужным взять ответственность за свое здоровье в свои руки и действовать если вы считаете что мало написано в целительных книгах пожалуйста изучайте дополнительно и пробуйте у вас появится свой собственный опыт и вы в конце концов достигнете того чего хотите не прикладывайте ответственность за свое здоровье на чужие на чужие чужой ум во первых они не знают как это делать а во вторых просто-напросто когда каждый день с этим делом сталкивается человек уже привыкает и он не хочет это делать так что берите свое здоровье в свои руки и держитесь скрепитесь сознательно оздоравливайте себя так вот голодание это есть своеобразная добровольная болезнь во имя будущего здоровья те семена болезней которые имеются в вас и вот-вот дадут всходы тем или иным серьезным заболеваниям вы их уничтожаете в самом начале вы получаете новое тело что касается семян будущих болезней перед этим вы видели жижу вышедшую из меня самопроизвольно на 12 сутки самопроизвольно сработал желудочно-кишечный тракт и выбросил вот эту зловонную старую желчь если вы не брезгливый а брезгливость это один из психологических зажимов который прикрывает нормальный ход энергии вы должны быть во-первых любознательны поэтому посмотрите эту жижу еще более подробно с чего она состоит так вот это наголодание растворились желчные камни и в виде не камней вот то тверденькое что вы видели поприлипало к дну унитаза твердое было а склеящая масса белирубин расплавилась окислилась превратилась в черную массу и вышла вон из организма что я еще хочу сказать послужило выходом этого выходом послужило то что литра а может даже грамм 700 это подействовало как слабительно любое слабительно очищает печень и результат налицо вышла вот эта вот ерунда значит как правило печень очищается на 14 сутки сутки почему потому что клетки печени обновляется цикл обновления за 14 дней вот значит они обновились все что было в них содержимое выбросили вон и вылилось снаружи значит после этого у меня исчезли боли под правой лопаткой самочувствие стало намного лучше и голодание течет относительно легко сейчас идут 14 сутки голода я втружусь на стройке машу молотком делаю потолок так вот мой совет изредка выпивать большое количество урина чтобы получалось большое количество урина вы должны выпивать литра 2-3 жидкости в день и тогда значит когда вы выбрасываете вот такой большой объем урины и все пьете назад у вас получается мощный очистительный эффект который срабатывает на очищение даже печени желудочно-кишечного тракта потому что клизмами трудно удалить то что находится в восходящем отделе клизму в основном примывает низкоходящий отдел в среднюю часть а вот туда они все-таки заходят но с трудом что касается использования минеральных вод обильно газированных значит очень здорово стимулирует работоспособность повышает и очищает организм углекислый газ добавляемый в организм он стимулирует процессы расшлаковки на голоде и вот сейчас я после того как выпил 2 литра воды минеральной газированной бешенская значит выпил пол-литра урины образовавшейся после нее знаете что в начале в начале она показала сладковатая на вкус чистейшая жидкость и теперь теперь вот после вот этого кризисного момента и выброса в пункт патологического содержимого что я хочу сказать критерии о том как идет голодание это стало более чистой кожей улучшилась работоспособность менее стал загрязненный язык и урина растворив вот такие вот шлаки трудно растворимые она стала намного не такая резкая кислая как была раньше она стала намного лучше пьется с удовольствием по-прежнему я применяю в ванной кризисы большие правда применяю через день вот и много нахожусь на свежем воздухе практически целый день тружусь вот у меня остаются вечерние часы для того чтобы записать как идет голод ну а теперь сделаем тест очередной как идет набор коглекислоты делаем вдох выдох те же минута 30 то есть практически стабилизировалась посмотрим насколько я похудел как увеличилась моя гибкость на лицо я конечно сдал на лицо ну ничего подружусь как видите 14 суток когда не тот срок когда можно сбросить слишком много жила тело так конечно уменьшилось да не без того стало повреднее немножечко улучшилась гибкость и когда стоешь по утрам стоешь по утрам то ощущаешь что тело стало несколько другим нежели было раньше вот видите уже вот так вот достаю то есть скоро сяду и закрытый вот иду 14 сутки что я скажу ночью у меня болят вот здесь вот суставы сегодня еще к тому же утром когда я начал вставать проснулся вот здесь вот в голове была такая вот даже здесь резкая такая боли вчера я работал до 11 ночи подбивал потолки работа трудная все на весу хорошо вымытался трудности сейчас начинаются на этих сутках связаны с тем что жизненный принцип вата или ветер бушует сильно и хочется очень мало спать высыпаюсь подходит шлаки пью много минеральной воды она минерализирует организм и прекращаются судороги которые раньше наблюдались ну а сейчас очередной тест как идет расшлаковка в частности как прошла расшлаковка за эти 14 суток сухожильной ткани сухожильная ткань тесто это гибкость если гибкость растет значит расшлаковка идет язык язык покрыт белым налетом идет в основном слизь и так как идет расшлаковка сухожильной ткани вообще ранее вот вы можете посмотреть да я уже сдал довольно таки здорово пошло ноги сбрасываются руки ну и лицо вот это называется закрытый локус гибкость улучшается все идет нормально сажусь конечно не так свободно как хотелось но все же сбоку сзади по обыкновенным меркам еще вполне нормальный человек первым делом уходит конечно внутренний жир внешнего еще остается довольно таки нормально и сзади 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 к Вы видели, что вышло из меня на 14 суток при клизмине. Глядя на это, невольно вспоминаются слова одного из старейших энтузиастов голодания Островского, живущего в Киеве, который голодал по 40 суток и не раз. Что человек состоит не из воды, как все считают, а из дерьма. То есть, переполнен шлаками, переполнен различными каловыми камнями, которые неизвестно оттуда где залегают, как они уж прикипели. И рядом другой патология. Вот. 14 суток прошло. Я стал буквально, в прямом смысле, еле тягать ноги. Это меня начало очень сильно угнетать. То есть, активизировался один из психологических зажимов. И надо доканчивать стройку. На мне лежит важная часть, сделать потолок, чтобы тепло не уходило, иначе вся система отопления размерзнется. Я решил закончить. Голодание, конечно, неполное. Это где-то примерно мы прошли. В лучшем случае, 1 третью часть. Шлаки продолжают выделяться, так как механизм очищения запущен. Что делать в таком случае? То есть, по ряду каких-то причин, вы не можете голодать дальше. Рашлаковка сделана хорошая. И ее необходимо теперь закрепить. Как делается выход из голодания? Выход из голодания делается следующим образом. Вы надумали выходить. То есть, больше терпеть не можете. Ваше добровольное терпение иссякло на этом сроке. Язык, естественно, облужен белым налетом. Идет своеобразная интоксикация через рот шлаков. Значит, надо очистить ротовую полость для того, чтобы начать принимать пищу. С этой целью используются естественные дезинфицирующие средства. Какие? Вы, например, можете пожевать яблоко, тщательно пережевал и не глотая, выплюнуть. Да? Продезинфицируйте так. Вы можете пойти по другому пути, который рекомендует Войтович. Это значит натереть хлеб чесноком. Сильно натереть его. Или даже немножечко откусить чесночка. Ну, лучше натереть и с хлебушком. И тщательно пережевать вот этот вот хлеб, корочку хлеба вернее. На эту корочку хлеба у вас будет обильно выделяться слюна и как бы смывать вот это вот содержимое токсическое. И так поступить несколько раз. Раза два, три. Это позволит более-менее очистить вам ротовую полость. И после этого можно уже приступать к восстановлению. Первый прием пищи лично я. Это идут у меня отвары. Отвар шиповника с медом. То есть для того, чтобы пополнить силы, чтобы слегка восстановиться. Пиво-отвар шиповника. Можно выпить и соки, яблочную, свекольную смесь. Но лучше всего морковную. Для того, чтобы она прошла по организму. Восстановила слизистые, где еще нарушены. И очистила. Значит, дозу питья можно сделать большую. И знаете, как она подействует? Ввиду того, что пищеварительные механизмы сейчас отсутствуют. Все пищеварение ушло как бы в каждую клеточку нашего организма. И там совершается биосинтез соли, кислоты и азота воздуха. Плюс используются наши вещества, жир. То это питье пройдет как своеобразное ослабительное. И еще вымоет желудочно-кишечный тракт. То есть те шлаки, особенно желчные. Которые только что выделились в 12-перстную кишку. Находятся в тонком кишечнике и дают особую интоксикацию. Частично даже растворились камушки. Вот эта вот черная жижа. Это говорит о том, что камушки билирубиновые, биливердиновые. Окислились, растворились. И в виде такой мазотообразной черной жижи. Находится в желчном пузыре. Медленно просасывается через желчные протоки в 12-перстную кишку. То вот это вот такое питье действует как ослабительно и великолепно. И изгоняет вот эту старую, застаревшую черную желчь. Такую с плохим таким запахом своеобразным. То есть этим самым вы дополнительно очищаете желчный пузырь, печень и весь желудочно-кишечный тракт. То есть после питья, допустим, полулитра отвара шиповника с метком. Либо 200 грамм сока морковного или яблочного свекольного. Значит вас прослабит. При этом вы увидите еще те каловые камни, которые у вас там оставались. Пусть повыходит. Выдать вот это мазветообразное желчь после стольких дней, вот в данном случае 14, принятие какого вида пищи, отвара. В дальнейшем поступайте следующим образом. Ну можете скушать, скушать. Я, например, покушал морковки немного. То есть питание вот первые 2-3 раза постарайтесь сделать растительным. Тщательно пережевывая. Желательно и свежерастительным дожать. Ну можно и отварную свеколку покушать, как я покушал. Для того, чтобы она как веничка прошлась по желудочно-кишечному тракту и поочищала ту накипь, которая почти уже отделилась от стеночек. Ну вот в дальнейшем, в дальнейшем, вот лично я начал тщательно жевать орехи. Мне не хотелось скушать вот такой голодь. Очень благоприятный момент для перехода на такой сыроедческий рацион. Что еще хочу вам сказать во время, вернее, как превращать выход. Я уже говорил. Значит, мой выход как раз совпал с начала нового лунного цикла. 22-го было новолуние, 23-го первый день. Вот я как раз в этот первый день, значит, 23-го, 24-го начал выходить. То есть я попал в жизненный цикл. Мои внутренние ритмы совпали с ритмами природы. И восстановление будет, конечно, идти намного лучше. Как она и идет. Значит, я кроме вареных овощей еще ничего не ем. Теперь важно на выходе из голода это сбалансировать жизненный принцип ветра, вата. То есть разрушение, катаболизм, который сейчас на всю запущен в нашем организме. То есть в организме сейчас преобладает сухость, холод, вызванный голодом. Возникает внутренняя жесткость от этого состояния. Как все сухое становится хрупким. Так точно и у нас. Значит, все такое обезвоженное становится хрупким. Может заболеть там поясницам, колени, запоры, сухость кожи и так далее. Чтобы избежать этого, я сразу же в первый день на выходе, утром, мажу все свое тело оливковым маслом. Все тело смазывайте оливковым маслом. И даже не жалейте. Особенно люди пожилого возраста и с таким телосложением, как примерно у меня, а тем более худощавые. Все масло всосется, оно будет своеобразным пластификатором, который уменьшит вот эту жесткость и создает своеобразное тепло в организме и будет держать влагу. И так надо поступать. Желательно каждый день, чтобы сбалансировать жизненный принцип вето. Чтобы у вас не было осложнений, которые он вызывает. Сухость кала приведет к тому, что вы можете поранить задний проход. Возникнут трещины, осложнения, особенно у тех людей, которые страдали геморроем. Осложнения возникнут. Так вот следующее. Чтобы этого не было, вы не стесняйтесь. Берите такую вот шприцовочку. У меня она со стеклянным наконечником для лучшего выливания воды и скольжения в заднем проходе. Значит, как только вам захотелось в туалет, делайте клизмочку. Такую маленькую. С уриной. С теплой водой. Туда дальше можно сделать даже молочно-масляную. С какой целью? Тот сухой кал, который у вас образуется в результате первых дней при возбуждении жизненного принципа ветра, он у вас не будет раздражать анус при выходе. Вы уберете этот неприятный момент. Если будете делать молочно-масляные клизмы, то они, кроме того, у вас удалят разбушевавшийся этот жизненный принцип из района толстого кишечника. То есть скал должен быть мягкий, колбасообразный. Это надо делать. Вот эти клизмы, которые я вам рассказал, помогут вам избежать массу недоразумений и раздражений, портящих эффект голодания. Прервав голодание по той или иной причине, никогда не вините себя в этом. Это активация психологического зажима. Вот, ну, я мог бы продолжать, вот еще что-то и так далее. Прервали, так прервали. Значит, так надо. Значит, настолько вы в данный момент готовы. Так сложились жизненные обстоятельства. Все. Об этом, значит, больше не вспоминаете. Правильно выходите. Спокойствие во время выхода. Один из важных моментов. Теперь, теперь, помимо процедур и питания, необходимо снабдить организм всем необходимым. Это, конечно, тоже делается в основном за счет питания. Поэтому используйте хлеб из проросшего зерна. Желательно заранее поставить зерно на проростание. И тогда, когда у вас будет выход, вы где-то на второй, на третий, четвертый день, можете уже из него делать хлеб из проросшего зерна и кушать. Сейчас я вам покажу, насколько должно быть проросшим зерно. Видите, насколько оно выклюлось. То есть, небольшие выклювочки должны быть. Вот какой величины. Вот это то, что надо проросло. Видите? Теперь это зерно. Вы можете использовать это зерно. Вот так вот фонарий пакетик. Ставите в холодильник. Но не в морозилку, а просто в холодное отделение. И по мере надобности будете брать, приготовлять хлеб и делать. В дальнейшем я покажу, как делается хлеб из проросшего зерна. Вот это питание позволит вам снабдить организм на первых парах, главных парах восстановления микроэлементами, содержащихся в оболочке зерна, витаминами, которые находятся в зародыши и той жизненной энергией, которая дает зерно. Это самое главное. В других пищевых веществах, продуктах, увы, витаминов группы В, Е, довольно-таки мало. Изобилие его находится вот в зерне, в ростке, полном жизни в момент прорастания. Это очень важно. У вас питание будет наиполноценнейшее, ни с чем не сравнимое и естественное. Итак, вот на первый день восстановления я сделал следующее. Утром встал, оливковым маслом хорошенько начался, выпил отвар, шиповника с медом, меня прославило. Потом я покушал морковку, погрыз, парочку морковочек, съел, тщательно пережевывая. А в обед я, в обед я выпил свежевыжатого соку свеклы с яблоками. Был сильный очистительный выброс. Срок прошел как слабительно. Вышла еще застаревшая желчь, старые там мелкие такие камушки различные. Даже ткаловые камушки вышли. И пошел работать. Сегодня уже идет второй день восстановления. Я в следующем образом с утра уже, когда организм начал набираться сил, восстанавливаться, я выпил тоже шиповника, пол-литра с медом. Пошел на рынок по своим делам. Там я скушал пару бананов. И придя сюда домой еще, значит, скушал пару бананов и горточку орехов фунтука. Можно кашку было скушать, можно еще чего-нибудь. Ну, я тщательно переживал фундук и скушал. Значит, постарайтесь вареного. И особенно тех продуктов, которые содержат белок, допустим, яйца, мясо, молоко, несколько не употреблять, вот особенно после таких где-то 14 дней голодания, там 21. Почему? Да потому что, несмотря на то, что вы вышли и начинаете переводить организм, переводить организм на пищевой рацион питания, через желудочный и кишечный тракт у вас продолжает активно идти процессы еще и выделения шлаков, и целительная работа запущенных механизмов в каждой клетке. Так вот, если вы только белковую пищу такого, особенно животного происхождения, кушаете, у вас сразу же вот этот процесс раз и прекращается. То есть он прерывается, так как пошел белок через желудочно-кишечный тракт. Если вы, особенно животного происхождения, этот момент растягиваете, растительная пища, там салатики, тушеные овощи, кабачок я вчера кушал в духовке приготовленный, то тем самым на растительном сырье у вас эти механизмы медленно, плавно затухают, целительные, и работа эта целительная и очистительная еще продолжается, вы еще худеете, у вас еще все выделяется, то есть вы все промываете соками, промываете отварами, той жидкостью, которая поступает из свежих овощей, фруктов. Все это у вас еще идет. В противном случае у вас все резко обрывается, и все. Те шлаки, которые, как бы сказать, были где-то на полдороги к выделению, раз, и там застают. И начинают уже на этом уровне растасовываться по организму. А так они у вас как вышли, они, знаете, и выйдут. Как вы видели, я получил хорошую гибкость, как у йога хорошие квалификации, новое тело, новые чувства, внутри новая уверенность, новый жизненный импульс, новый творческий импульс. И поднялось такое интересное ощущение тяга к жизни. Чтобы вот это вот у вас все полученное, довольно-таки тяжким, вы видели, трудом 14-дневным, не загубить сразу. Не надо бросаться на пищу. Насыщение происходит, немножечко вроде хочется кушать, покушали, и все. Помните, питание на выходе должно отвечать следующим требованиям. Пища желательно должно быть теплая, свежая, чтобы в ней активизировались принципы, вернее, был принцип, значит, аутолиза. То есть пища с помощью своих собственных ферментов расщеплялась бы. Не с помощью ферментов желудочно-кишечного тракта, а с помощью своих ферментов. Поэтому эта пища вот в основном соки, но свежевыжатые, из яблочек подогретых, из морковки не холодные, а слегка подогретые. Если овощи тушеные, то они должны исчезли. Боли в спине, исчезли боли во многих суставах. То есть то, что человек вначале воспринимал как как что-то старческое, как что-то такое патологическое, это есть не что иное, как зашлаковка сухожильной ткани, как уменьшение его собственного жизненного принципа из-за того, что много грязи. Как может жизнь нормально бурлит в организме, если он на 70% заполнен разного рока шлака голоданием. Дальше мы еще поговорим. Насчет голодания, да? То есть, видите, тело обрельефилось. Извините меня за натуризм. То есть, по фекалиям, которые изображены на съемке, о том, в каком консистенции кал. И когда человек питается свежей растительной пищей, фруктами и так далее, не употребляя даже твореной пищи, значит, его кал при выходе пахнет повидлом запаха. Это говорит еще о чем? Что, когда человек питается нормально, и его даже испражнения источают такой благоприятный запах, его тело, все нутро пропитывается вот этим вот запахом фруктов, запахом овощей, таким вот свежестью, а не гнилью, которая получается того, что когда кушается смешанное питание, богатое белками, крахмалами, все это в перемешку. Чтоб вы знали еще такую вещь. Вот. Сегодня 27 число. Скушаю два банана и приготовлю хлеб из прорушивания зерна. А в чем я вам толковал? То, что будет снабжать организм на выходе всем необходимым. Бананы мне нравятся тем, что они не вызывают у меня оскомины, то есть кислота, которая содержится во фруктах, особенно в яблоках, она способствует тому, что у меня перевозбуждается жизненный принцип желчи. И начинается оскома, другие явления. А вот бананы прекрасно все равновешивают, и вата, и желчь. Итак, после банана приготовляем хлеб из прорушивания зерна. Зерно было пророщено заранее. Я его достал из холодильника. Видите, какие росточки. Заранее приготовили мясорубку. Насыпаем зерно. Убираем в холодильник. И еще будем использовать завтра. Вот зерно померено. У нас получилась масса. Эту массу теперь мы смачиваем руки и лепим обыкновенную котлетку. Котлетка лепится сама по себе. Ничего не надо добавлять, никаких клеящих веществ, типа там яйца или еще чего-то. потонше ее делаем. Вот получилась у нас пышечка своеобразная. Эту пышечку ложим на сковородку. Уже готовый хлеб в смысле положим на сковородочку. Ставим его на сковородочку. Берем маслица сливочного, желательно топленого бы. Смазываем сковородочку. Чтобы маслица смазала сковородку, много масла не надо. Наша задача, чтобы хлебная масса не прилипала к сковороде. И все. Огонь делайте такой, чтобы ничего не подгорало, не образовались из масла олива. Значит, что в этом хлебе содержится? В этом хлебе содержится микроэлементы, так как мы не шелушили его. Это не мука. То есть, все, что содержится в оболочке, содержится и здесь. В оболочке обогато микроэлементами. Здесь же содержится и росток. Живая сила ростка. В ростке содержатся витамины, незаменимые аминокислоты и сама жизнь. Особенно много витаминов группы Е и В. Чувствуете? Уже схватилось. Видите, такого золотистого цвета получилось лепешечка. Переворачиваем. О, какие. Переворачиваем. Видите, золотистенькие. и продолжаем процесс дальше. Можно немножечко масла еще добавить. Что касается корочки, то, конечно, здесь витамины частично разрушены. лепешечка. так как мы с вами всего лишь насела обжарку делаем в течение двух, максимум трех минут, серединочка у нас просто-напросто пропекается, но термические обработки недостаточно для того, чтобы разрушить богатейшие вот эти скопления витаминов. И они у нас остаются целыми. То есть вот это как раз у нас и получился великолепный, здоровый хлеб, о котором говорил Иисус Христос. Хлеб из проросшего зерна. Правда, он рекомендовал приготовлять вот такую же массу делать, но приготовлять ее на солнце высушивать. Ну а если хлеб будет высушен на солнце, все, процесс приготовления окончен. Выключаем. Но если высушивать на солнце хлебушек, то что получается? Этот хлеб становится больше сухим, обезвоживающим и при своем взаимодействии с организмом он возбуждает жизненный принцип ветра. Такой хлеб особенно хорошо для полных. Поэтому вот этот оккультурный хлеб подойдет для всех, для детей, для стариков. Особенно хорош для выхода из голодания и невероятно полезен для увеличения половой потенции. его можно кушать просто так, можно кушать с посыпом морской капустой. Ввиду того, что тут крахмал превратился в солодовый сахар, его можно, это уже продукт не крахмалистый, а больше растительный, его можно кушать с ледом. Хлеб получается очень вкусным. Я в свое время ел и проросшее зерно, но понимаете, вот оно в избытке вносит жизненный принцип слизи, не такое вкусно. А это оккультуренный хлеб из проросшего зерна, своеобразный вкус естественный, получивший обыкновенного хлеба, высокая насыщаемость, необыкновенная питательность. Это ни с чем не сравнимо. Что касается дивизии и общей доступности, это потрясающий продукт. Это продукт будущего, дошедший к нам из прошлого. Вот посмотрите, крупных плановых. плановых. Видите, тут он сыроватый, тут он поджаренный. И в толстой сваре сохранил все питательные свойства проросшего зерна. Процесс термической обработки добавил к нему вкусовые качества. Прекрасные вкусовые качества. Вот такое питание на выходе обеспечивает нормальную перистанцию желудочно-кишечного тракта. Снабжает ваш организм всем необходимым. этот еще хлеб организм как-то чувствует изнутри. Вот это именно тот продукт, который нужен в настоящий момент для организма. Обычно организм сам подсказывает, что ему надо, какой вкус. Вот этот вкус это консистенция. Этот продукт идеально подходит для человека не только выходящему из голодания, но вообще питание мое. Тушеная свекла, морковка и лучок. Значит, вот это питание особенно полезно для раковых больных. Красный цвет он подавляет развитие опухоли и снабжает значит кровь необходимым железом, которое как раз тоже способствует излечению от рака. Поэтому на восстановлении почаще используйте вот такие вот продукты, например, как свекла, которые способствуют не только вашему восстановлению, но и профилактически подавляют различные опухолевые и прочие процессы. Значит, приготовляться свекла должна в полуготовности, потреблять ее в теплом горячем виде, но она должна хрустить, то есть переваривания не должно быть никакого. Тогда этот продукт то, что надо. в противном случае все полезные свойства исчезают. Так что пользуйтесь. На седьмые сутки вы видели мои фекалии. Стул стал обычным, мягким, непереваренная пища исчезла, то есть пищеварение примерно на седьмые сутки как раз вошло в норму. То есть по своим фекальным массам вы можете судить о том, как ваш организм входит в процесс нормализации питания. в начале вы кушаете, у вас пища выходит просто в пережеванном виде. А в дальнейшем она все больше и больше начинает усваиваться. сейчас уже идут примерно 14 сутки восстановления. Все это время я работал, буквально некогда было сделать запись съемки, запись восстановления из голодания. срок конечно 14 суток небольшой. Я вам хочу показать каким я был после 27 дневного голодания. Вот после 27 дневного голодания восстановилась тут и гибкость, и сбросился вес. Я дошел до своего где-то предела. вот это я стою. После того как у вас восстановился стул, можете переходить на обычное питание, хотя я советую вам придерживаться натуральных продуктов, тогда все будет нормально. Что я сейчас могу сказать о себе? Вот примерно до 14 суток организм как бы питался, но я не чувствовал, что он набирает вес. Вот только после этого времени, уйдя за 14 суток, то есть примерно прошел такой же срок, в котором я голодал, я почувствовал, что у меня набирается внутренний жир. Жир не подкожий, а внутри живота, то есть началась наборка веса, вот именно там начинается восстанавливаться. Примерно после 7 суток начинается жор, человеку хочется есть, так как заработали пищеварительные органы, хочется восстанавливаться, много есть, но все равно еще пищеварительные органы слабы, и вы, особенно если будете наедаться на ночь, ни в коем случае не наедаетесь на ночь, вы будете чувствовать, что вы перебрали пищу, вам тяжело, тяжело дышится, бьется сердце, то есть если вы не будете контролировать чувство своего голода, чувство аппетита, наедаться на ночь, то довольно-таки быстро вы восстановите свой вес, восстановите даже, я бы сказал, больше жировую ткань, и эффект у вас быстро пройдет, поэтому не наедайтесь на ночь, придерживайтесь естественного питания, кушайте естественные продукты, вот, примерно какие были, и у вас будет великолепный эффект после голода продолжаться, вы не будете болеть, ну, допустим, после 14-дневного голодания, где-то месяца на 2, то на 3, я гарантирован от насморков, там, простуд и других таких вот болячих, типа малярия, ветривания губ и так далее. при более длительных сроках, например, как я вам показывал 20-дневное голодание, то есть голодание в течение лунного цикла, такого физиологически законченного голодания, вот тут дойдя до своих пределов организма, я замечу, что восстановление пошло даже не через месяц, а примерно месяца через два, но после этого организм как бы распустился настолько мощно, настолько он набрался даже излишка веса, на обычном даже таком правильном питании, это своеобразная реакция организма на то, что он как бы готовится к следующему голоду, и после этого голодания я довольно-таки долго не голодал, и так голодание окончено, сделан выход из голода, сейчас идет значит нормальная жизнь, поэтому введите периоды голодной жизни в свою годовую оздоровительную практику, голодайте на посты, очищая примерно раз в квартал свой организм в течение допустим 10-14 дней голода, 7 дней, тоже хороший срок, тем тем самым вы значит будете добиваться довольно-таки хорошего очищающего эффекта и помогать своему организму, если вы будете придерживаться правильного питания с учетом индивидуальной конституции, то тем самым вы еще